Добрый день, друзья! С вами Евгения, и вы на моем крымском канале. Друзья, вы, наверное, посмотрели мой вчерашний фильм. Я вернулась позавчера в Алубку из долгих путешествий, странствий. И сегодня, конечно, обещанное видео. Мы с вами идем на море. Вот сейчас проходим такую красивую мушмулу у моих соседей. Это замечательный плод, очень полезный, очень вкусный и тропический. И, к сожалению, он совершенно не выносит холодные температуры. И когда холодная зима, ну, у нас даже тоже бывает, и у меня как-то один раз даже вымерзала. Но потом поросль снова отросла, и вы можете видеть у моих ворот тоже мушмула. Но, конечно, не такая обильно вот плодоносящая. Друзья, наш проезд. Вот мы проходим такой уголочек. И дальше идем, сегодня мы с вами идем на пляж Черный Бугор или Зеленый Мыс. Это буквально 15 минут от меня пешком. И проходим вот такую красоту. Вот здесь какой-то отельчик. И замечательный такой олеандр цветет. Олеандр у нас цветет трех видов. Ярко-красный такой, малиново-красный. Бледно-розовый. Вот это сейчас розовый как раз. И чисто белый. Но я видела, друзья, как-то желтые у кого-то в саду. И вот единственный раз видела. Очень мечтаю желтый посадить олеандр такой. Друзья, дошли мы уже с вами. Это мы все идем в сторону пляжа. Дошли до вкусной столовой. Ну, немножко пустовато. Может быть, время было 10 часов, знаете, или не очень, или 11. Время необеденное было. Может быть, кто-то еще дозавтракал тут, дозавтракал, сидел. Значит, друзья, я посмотрела. Она, видимо, недавно только открылась. К сожалению, у нас в этом году что-то вообще не открылось. Потому что, видимо, хозяева не ждали сезона особо. На самом деле, людей очень много приехало. Ну, хотя бы, знаете, свеженькое вот так перекусить, покушать. В общем-то, и неплохо. Это по дороге на Зеленый мыс, между Зеленым мысом и моим домом. Ну, здесь не очень много столовых. Поэтому, ну, вот, смотрите, цены я тут еще не вникла в это дело. Я просто наснимала и смонтировала так, чтобы вам это все было видно. В общем, вы все это оцените. Посмотрите, насколько тут эти цены соответствуют. Как там, насколько вкусно. Это уже не я еще только приехала. Вообще еще только выезжаю. Ничего не знаю. Поэтому я просто пока информирую, что если вы живете в нашем районе, в Новом, где рынок, то здесь, видите, вот здесь такая столовая. И теперь, друзья, мы выходим на Зеленый мыс. Видите, автобус прошел. Это наш 1А, который ходит гор кольцом. Ой, красота какая на Айпетре сегодня. Ну, вот какие-то тучки ходят. Вот он, 1А внизу тут вот промелькнул. Он прям до дома возит. Но интервал у него полчаса. То есть он всю Алупу за полчаса, за 30 минут проезжает. И, конечно, вас прямо на Зеленый мыс может привезти. А можете и пешком спуститься. И потом можно здесь сесть. Вот где остановка Зеленый мыс. И приезжайте прямо ко мне домой. Это для того, кто снимет у меня жилье или планирует приехать. Ну, вот здесь такой европейский квартал. Мы проходим очень красивый. Всегда тут и ландшафт красивый. Ландшафтный дизайн они делают. Это дом, где люди купили очень много квартир себе под дачи. Поэтому половина дома пустого. Вот сейчас мелькнул шведский стол, друзья. Сейчас мы там дальше подойдем. Я еще расскажу про шведский стол. Ну, а сейчас мы приближаемся к территории пансионата. Через чью территорию мы ходим. Попадаем на пляж Черный Бугор. Друзья, это артишоки. Они, я не знаю, съедобные или нет. Вообще во Франции, я знаю, что выращивают и едят артишоки. Но они там значительно крупнее. Ну, у нас это декоративные артишоки, скорее всего. Но они очень большие, вырастают прямо в рост взрослого человека. И я знаю, что их высаживают на территориях пансионатов. Вот, друзья, мы с вами движемся по этой дороге. Сейчас мы будем поворачивать на очень красивую территорию. Я прямо думаю, что вам очень понравится ходить по такой территории, прямо спускаться к морю. Все очень комфортно. Ну, вот уже, видите, ранние люди уже идут из пляжа, потому что очень все-таки жарко. Вот эта территория называется, он Зеленый мыс. Здесь, конечно, можно снять жилье, недешево. Питание тоже. Шведский стол вы уже видели. Мы сейчас его будем смотреть с вами, этот шведский стол. Я, конечно, подробности не буду показывать, потому что я там внутрь не заходила. Но покажу вам просто, где находится и какая цена. Ну, вот территория, видите, очень красивая. Здесь много машин. Он, в общем-то, ну, есть свободные места, но он, в общем-то, заполнен. Не под завязку, бывает, что и вообще не поселится. Ну, вот сейчас еще есть как бы места. Вот это шафраны. Такие удивительной красоты. Низкорослые шафраны. Такие прям как ше-таки пумпочки, шишечки. Очень красивые. Прям глаз не оторвать. Друзья, много, это флоксы, такие декоративные какие-то флоксы новые выводят. На этой территории, надо сказать, что они денег не жалеют на покупку растений. В начале сезона все это покупается. В прошлом году были бегонии удивительной красоты. А в этом году вот новые. Ну, тут, я думаю, больше 100 горшков они покупают. И вот это все, ну, ухаживают хорошо, потому что, посмотрите, какое все подстриженное. И никаких сухих веток нет. В общем, дизайн, конечно, тут вот ландшафтный на уровне. Ну, приятная территория. И главное, что мы свободно с вами можем проходить мимо. Если вы живете у меня, допустим, снимаете жилье, посмотрите, друзья, мой фильм о бюджетном жилье. У меня есть домик на одного. Вот как раз зал я вам показываю сейчас этого шведского стола. Значит, у меня есть домик на одного человека с террасой. Он такой в стороне немножечко, то есть там уединенное место. И два домика по два человека. То есть семья может жить четыре человека. Особенно удобно, если это двое детей и двое и родители. В общем, прекрасно можно разойтись по разным домикам и отдыхать, чтобы никто никого не напрягал, не мешал. Потому что в одном помещении, все-таки, знаете, хочется какого-то и комфорта. Все удобства, все есть. Ну, вот это канна. Есть кала цветок, а это канна называется. У меня тоже такая же есть, но она у меня еще не почему-то не цветет. Не знаю, даже там как бы подозрения нет, что она будет цвести. Вот такая роза у меня тоже есть, прям такими большими кистями цветет. Это все мы на территории. Вот мы с вами сейчас пойдем по этой кипарисовой аллее. По такой красивой. Тут все всегда фотографируются. И, в общем, такой настоящий курортный вид. Ну вот, друзья, я тоже иду на пляж. Сейчас будем пробовать воду, потому что я первый раз иду вместе с вами. Здесь стоит вот катамаран или яхта, как, не знаю, правильно назвать. Вот такая красота. Видно ее со всех сторон. Ее видно из моего окна. У меня очень красивый вид на море из окна, из моего домика. И я вот, конечно, тоже ее, да. Андрюша сидит, у него есть подзорная труба. И он сидит, когда обедает или кушает, или просто чай пьет. Он подзорную трубу смотрит на море. Окно открыто. Ну вот это, те самые хвощи, это, друзья, реликтовые растения. Было много дождей, поэтому они вот в таком хорошем состоянии. Ну вот, вот, пожалуйста, любуйтесь. Это сверхотуры еще я, еще не спустилась по лестнице. Вот это черный бугор или зеленый мыс. Здесь пансионат. Террасы, ну, наверное, можно, если заплатить, наверное, можно тут и тоже лежачок себе взять. Я вам нафотографировала людей, голые тела, чтобы вы посмотрели, что людей много, в общем-то, немало. Вот, и посмотрите, вода, удивительно. Вчера мои отдыхающие пришли и сказали, что вода 23-24 градуса. Сегодня, друзья, я зашла в воду и шла по кромке, я люблю ходить. В общем, из конца в конец. Вот, представляете, вон большой пляж, вот из этого ближнего конца. Шла туда, вы знаете, у меня ноги замерзли. Сегодня градусов 18, и посмотрите, откуда волны. Справа или слева? Ну, справа. Видите волны откуда? Это идет низовка. Я вас научу, вы всегда в нашей Алубке будете понимать, какого вообще, какой температуры вода. Если она справа волны, это Севастополь-низовка, это холодная вода. Но она буквально на сутки, а может быть, даже на полдня. Течения же они очень подвержены переменам быстрым. Поменялось течение, и, друзья, уже опять вода теплая. Ну, вчера была теплая вода. Ну, это люди говорят, я вчера не успела, конечно, потому что я только с дороги, мне еще немножко в себя надо прийти. Ну, вот тут наснимала вам террасы, где вы можете перекусить, попить, может быть, пиво, кофе, кто что хочет. Здесь это все работает. Вот я захожу на пляж. Вот сейчас мы с вами будем идти вот здесь вдоль пляжа. Ну, тоже людей поснимала. Как-то я сама соскучилась вот по лету, потому что я была в Москве, там, в общем-то, не до пляжа, не до отдыха. Хотя в Москве, наверное, тоже есть реки различные. Эти пара Горького пляж мы на теплоходике проплывали. Ну, вот как-то мне все было не до того. Поэтому лето для меня, лето только, можно сказать, и начинается. Ну, вот здесь навес, видите, хороший, большой тоже. Можно лежаки, наверное, взять. Это я иду, аж вскрикнула, друзья. Я раскаленные камни до такой степени, что, ну, я вообще так, крымский человек, я аж привычная. Я не знаю, почему такой температуры камни. Я раньше ходила босиком. У меня с собой, правда, еще были эти шлепочки такие, как они, вьетнамки. И я, конечно, одела, потому что раскаленные камни. Может быть, солнце ярче жарит, не знаю, даже, друзья. Ну, вот сегодня наша экскурсия вот такая. Черный бугор, вот он, видите, во всей красе перед вами. Ну, он так и называется, Черный бугор. Но также у него второе название, Зеленый Мис. Здесь нет волнорезов, это чисто природный пляж. Находится он близко от моего дома, 15 минут. Ну, если совсем будете еле-еле идти, ну, 20 минут, может быть. Вот такие штуковины катают. Здесь и развлечения различные. Есть вот тут и Андрюша у меня в кадр попал. Он купался. Я тоже окунулась, но я после, как говорится, дороги пока сильно в воде долго не сидела. Потому что, ну, мне не очень повезло. Сегодня вода все-таки была прохладная. Ну, вот, друзья, обновила новые купальники, которые привезла. Из Сочи. Я зимой себе купила два купальника. Ну, одной фирмы они примерно одинаковые, только вот цвет разный. Ну, вот, друзья, на сегодня все. С вами, как всегда, была ваша Евгения. И до новых прекрасных встреч на моем канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok